Авторский подкаст Станислава Тарасенко Здравия всем! В прошлом подкасте мы с вами разбирали фильм Чарли Брукера и Аннабель Джонс под названием «2020 тебе конец» Это псевдодокументальная сатира, посвященная ужасам и кошмарам 2020 года Но, как вы знаете, одного подкаста мне недостаточно Так что в сегодняшнем мы продолжим разбирать эту кинокартину, цитируя разных умных кинокритиков «Мне не чита» и слушая то, что говорят Аннабель Джонс и Чарли Брукер, создатели «2020 тебе конец» Будет интересно, будет поднято много занимательных тем, в том числе касающихся проблем 2020 года Да и вообще, если вы слушаете подобного рода подкасты про кино и не только Вы очень, очень и очень развиваетесь Так что вперед, давайте развиваться вместе Начинаем! Вот, например, что пишут на сайте 100 фильмов на год «2020 тебе конец» во многом следует по стопам серии «Вайб», которую Чарли Брукер делал для BBC в своих ежегодных обзорах Это одновременно документальный и псевдо-документальный фильм В нем резюмируются реальные события 2020 года с минимальным отвлечением на сатирические вымыслы Происходящее в фильме комментируется множеством актеров, выступающих в роли фальшивых экспертов Бюджет Netflix позволяет пригласить знаменитых актеров Сэмюэля Л. Джексона, Хью Гранта, Лизу Кудру и так далее Список можно продолжить Все они предстают в образах в кавычках «профессионалов» и в кавычках «очевидцев» Но главный отсутствующий – это сам Чарли Брукер Лишь изредка появляющийся в качестве закадрового интервьюера Кстати, в этой связи можно задаться вопросом А почему Чарли Брукер решил не появляться в этом фильме? Обычно-то он в своих вайпах Это такие передачи Чарли Брукера Я о них в прошлом подкасте рассказывал В котором он так же, как и в 2020 тебе конец Подводил итоги месяца или года То бишь происходящих событий в Америке и Великобритании Ну так вот, обычно-то он, Чарли Брукер В вайпах не стесняется бывать на экране А тут не появляется Сам Брукер объясняет это двумя причинами Вот первое Если британской аудитории его лицо хорошо известно То американским и европейским зрителям Его морда-лицо мало кому знакомо Ну а во-вторых, Брукер шутит Он ужасно выглядит в 4К И потому не хочет травмировать зрителей Если вы слушали прошлый подкаст о 2020 тебе конец То знаете, что фильм мне мало чем понравился Он получился не очень смешным И я приводил замечательную цитату кинокритика Нила Аллена Он сказал Хотелось бы, чтобы в этом фильме Ну в 2020 тебе конец Было бы больше хороших шуток Еще Нил Аллен назвал 2020 тебе конец Анти-умной пародией И вообще критиков, которым бы 2020 тебе конец не понравился Значительно больше, чем тех, которым он понравился Вот, например, что пишет Алекс Финч 2020 тебе конец Это мучительно безвкусный и утомительный материал Мне даже кажется, что почти все шутки этого фильма И полное отсутствие в нем оригинальности Могут шокировать зрителя Ведь если вы пользовались социальными сетями В 2020 году То наверняка прочли или увидели Куда больше смешного и забавного Чем все то, что нам предложил Чарли Брукер А вот я, например Это я уже говорю как я Ну то есть не тот я, который Алекс Финч А тот я, который я Тот, что сейчас с вами говорит Так вот, я так бы резко на Чарли Брукера не нападал Да, 2020 тебе конец Это его наименее удачное произведение Во всей телефильмографии Это и правда так Ничего хуже, чем 2020 тебе конец На мой вкус Чарли Брукер в своей карьере не делал Почему? Я рассказывал в прошлом подкасте Приводил одну существенную причину И вот, кстати, еще что сказал Алекс Финч 2020 тебе конец Вероятно, наиболее унылая сатира За всю карьеру Чарли Брукера Тут я не могу не согласиться А вот EntertainingMovie.com Пишут 2020 тебе конец Это нечто среднее Между монологом Стивена Кольбера И скетчем из SNL Saturday Night Live В фильме мало оригинального И запоминающегося Очень точная оценка 2020 тебе конец Это и правда что-то такое Чего и без 2020 тебе конец Полно на американском телевидении Ну а Википедия, как обычно Зрит в корень Вот что сказано В матери учености всемирной По поводу псевдодокументального фильма 2020 тебе конец Этот псевдодокументальный фильм Получил в основном Негативную оценку критиков Рецензенты Раскритиковали его шутки Как очевидные Однако некоторые актерские работы Получили высокую оценку Вот так оно и есть Шутки такие себе Ну а актеры стараются Вот как бы и все Это действительно Самое содержательное Что можно сказать Об этом псевдодокументальном кино Ну а сам Чарли Брукер Говорит, что его фильм 2020 тебе конец Это частично пародийный Документальный фильм А частично Так называемая Комедия персонажей И это тоже отличная характеристика Фильма Чарли Брукера Даем слово Правда ненадолго Всего на два предложения Аннабель Джонс Одной из создательниц 2020 тебе конец Вот она утверждает Мы надеялись дать зрителям Возможность Катарсического очищения От бесов 2020 года Людям нужно Какое-то облегчение И Чарли Брукер вторит Аннабель Джонс Он говорит Мы хотели снять Что-то такое От чего бы зрители Почувствовали облегчение Расслабились Ну вы знаете Что 2020 год Для человечества был Как принято писать Ой каким непростым И собственно Такую-то задачу Перед собой Аннабель Джонс И Чарли Брукер И поставили Немножко расслабить Зрителя от того Что с ним происходило В 2020 Ведь фильм-то 2020 Тебе конец Вышел как раз Под конец Декабря 2020 Так что Может быть Именно в этом Тоже Может быть Именно в этом Кроется причина Того Почему фильм Не получился Ведь Чарли Брукер За всю свою карьеру Никогда не хотел Я бы так сказал Съезжать на минималках В этом фильме Он захотел В кои-то веки Быть оптимистом А ведь Обычно-то Чарли Брукер Едкий И злобный Пессимист Он нигилист Такова его Не вторая даже А первая Натура Но именно В 2020 Тебе конец Он решил Подарить Кои-какую Но все-таки Надежду Для зрителя Стриминговой Платформы Нетфликс И действительно Может быть В этом и кроется Причина того Что у Брукера Не получилось Человек Который Рожден Для Язвления Вряд ли Может Взять И выдать Что-то Добрючное Какая Интеллектуальная У меня Сегодня Критика Но Давайте Послушаем Чарли Брукера Ему Есть Что Сказать Как такового У нас Не было Чернового Или Итогового Варианта В сценарии Мы Бесконечно Обсуждали Все В зум Отправляя Друг Другу По одной Короткой Шутке Постепенно Начал Собираться Сценарий И довольно Рано Мы Приступили К монтажу Мы Использовали Фотографии А я Говорил За всех Персонажей Чтобы Собрать Хотя бы Примерную Версию Имеющегося Материала А потом Мы уже Планировали Съемки Это было Больше Похоже На работу Над Анимационным Фильмом Так что Да Это не только Фильм В том числе И про Коронавирус Это еще И фильм Созданный В новых Условиях Пандемии Ковид 19 Продолжаем Слушать Чарли Брукера Если бы Снимали Эпизод Черного Зеркала А не 20-20 Тебе конец Про Пандемию И панику Он был бы Очень жестоким Человечество Бы обратилось В пыль На открывающих Титрах А в целом Сейчас есть Ощущение Что твой сосед Скорее решит Тебе чем-то Помочь Чем решит Драться Из-за бутылки С водой Да Вот я Уже Об этом Рассказал Это И нетипично Для Чарли Брукера Попробовать Создать Произведение Не высмеивающее Реальность И показывающее О господи Насколько Все прогнило А наоборот Пытающиеся Хоть и с сатирой Хоть и со смехом Рассказывать О происходящих Событиях Но все-таки Даровать Кое-какую Надежду То есть В 20-20 Тебе конец Как ни крути Позитив Вложен А вот Чарли Брукер Про свои Вайпы 20-20 Тебе конец Это нечто Глупее Чем мои Шоу Вайп Ну как с этим Не согласиться Кстати Если сможете Где-нибудь В интернете Например На ютубе Или На разных Пиратских Ресурсах Добыть Хотя бы Несколько Вайповских Выпусков Чарли Брукера Поверьте Вы не пожалеете Кстати Мне кажется Это именно Чарли Брукер Придумал Садиться Перед телевизором Переключать Каналы И комментировать Увиденное На допустим BBC Он на самом деле Прорывной Человек Для Не только Британского Не только Европейского Но и Всемирного Телевидения И вот что Он говорит Мне Не нравится Слово Сатира Тут Брукер Копанул Особенно глубоко Да Действительно Мы привыкли Считать Брукера Сатириком Но На самом деле Он не столько Сатирик Сколько Уставший От всего На свете Темный Романтик Знаете Такой тип Байроновского Человека Поэта Который Все Видит В темных Красках И нагнетает 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 В общем Чарли Брукер Или какой-нибудь Юрий Шевчук Из ДДТ Это такой Тип Человека Который Во всем Ищет Борьбу Поэтому Да В некотором Смысле Чарли Брукер Не сатирик Он наверное Борец И вот это Очень точно О нем Сказано Как-нибудь Я обязательно Запишу Для вас А давайте В ближайшее время Подкасты Про Чарли Брукера И его Интересные Произведения Вроде Инспектора Клота Черного Зеркала Разумеется Натана Барли И отдельный Подкаст О том Что и кто Такое Чарли Брукер И вот там Я расскажу вам Какой он Большой герой Все Даю слово Обязательно Запишу Такой Подкаст Ну а мы Двигаемся Дальше В этом году Говорит Чарли Брукер В 2020 Я был Нехарактерно Для себя Оптимистичен Отчасти потому Что я всегда Был пессимистом И боялся Худшего Но Внезапно Мне уже стало Не нужно Беспокоиться О худшем Потому что Это худшее В действительности Произошло Думаю То что я Невротик И беспокойный Человек Немного Подготовило Меня К реалиям 2020 Года Знаете После Свиного Гриппа Я около Года Не прикасался К дверной Ручке Да это Действительно Такой тип Человека Когда у него Все хорошо Он пишет Песни О том Как все плохо Но когда Весь мир Вокруг Падает В тартарары Эх Он начинает Ощущать Проростки Проблески Оптимизма И веры В человечество Вот еще С людьми Постоянно Происходит Худшее Но над этим Можно Посмеяться А ладно Беру свои слова Обратно Сатирик Чарли Брукер Сатирик Ну и последнее Если человечество Обнаружит Инопланетную Форму жизни Я очень надеюсь Что это будет Мастер йода А не хищник Да В этом весь Брукер Он может только Надеяться Хотя Как бы говорит Ребят Ну вы же понимаете Мастером йодой Там даже и не дышит Весь мир населен Только Хищниками И никаких Арнольдов Шварценеггеров Вы не отыщите Ну это просто Анотация К черному зеркалу Ну и Знаете что еще В 20-20 Тебе конец Это типично Для Чарли Брукера На самом деле Находится место Для хороших шуток И неплохих Цитат Монологов Диалогов Самое лучшее И интересное Опять же На мой Субъективный вкус Я выписал И хочу Вам Зачитать Вот это Лучшая сторона 20-20 Тебе конец За всем этим Так и чувствуется Рука Чарли Брукера Создателя Черного зеркала Вот например Говорит о Грете Тунберг О том что Несмотря на то Что она говорит Очень неприятные вещи Она все равно Страшно Стала популярна Точно так же Как и Билли Айлиш У которой вообще Нет ни одного Счастливого трека Такое ощущение Что Чарли Брукер Попав в мир Чарли Брукера Все равно Остался Недоволен Вот в этом Весь Сказ В этом Вся соль Дальше Я достаточно Долго изучала Отношения людей Говорит доктор Мэгги Грейвел Чтобы они Мне надоели И вот Тоже Потрясающий Монолог Мэгги Грейвел Сейчас Страсти Начинают Закипать Справа Плохие Экстремисты Которые Задаются Вопросом Был ли Гитлер Плохим И изобретают Свою собственную Реальность Клоунады А слева Чертовы Лорды Плаксы Которые Стремятся Отнять Все что Можно У тех Кто Я переиначу Покакал Не в том Месте Понимаете И обе Стороны Выглядят Настолько Несчастными Что аж Тошнит В итоге Мы все равно На какой-нибудь Стороне Окажемся Так что Выбирай Своего бойца И молчи В тряпочку Вот это Один в один Вайповский Черно-зеркальный Текст Чарли Брукера Если вы хотите Понять Что такое Чарли Брукер То вот по таким Текстам Как раз и поймете Или вот Интервьюер Спрашивает Миллиардера Чтобы стать Безнадежным Радикалом Нужно Шесть Месяцев Быть Подверженным Соцсетям А миллиардер Я сказал Интервьюер Спрашивает Нет он не спрашивает Он утверждает А миллиардер Отвечает на то Что не было вопросом Да я знаю Но мы стремимся К пяти минутам Это к тому Как мы зависим От социальных сетей И от той ерунды Которую там пишут Вот еще Очередная цитата Из 20-20 Тебе конец Пока мы были заняты Борьбой друг с другом Коронавирус Неуклонно К нам Приближался Ну прямо Нравоучительство Боже это правда Чарли Брукер С ума сойти Нет это не Чарли Брукер Это Хью Грант Или вот еще После введения Карантина По всей планете Он То бишь карантин Становится Самой успешной Франшизой После киновселенной Марвел Еще Хью Грант Монархи Обращаются К народу В самые Необычные Периоды истории В Рождество Или под конец Света Ну и последняя Цитата Она Очень И очень Точная В контексте Видения мира Чарли Брукером Америка Остается В плену Брака Без любви С самой Собой Знаете что После таких Унылых Подкастов Надо записывать Что-то светлое И радостное Вот Возьмусь за что-нибудь Эдакое Запишу интервью Запишу ответы На вопросы Запишу несколько Подкастов Про Кацухира О том Очень скоро Мы о нем будем Говорить Говорить и говорить Это великий Мангака И анимака Создатель Акиры И стимбоя Пока имеете Свободное Время И я еще не записал Подкасты Обязательно Посмотрите В общем 2020 Прошел Уже середина 2021 Интересно Что будет дальше Лучше Хуже Или Это всего лишь Пространство Оценочных Суждений И хорошего И плохого В отрыве От нашего сознания На самом деле Не существует Обычный Подкаст Кинокритика Превращается В сложное Метафизика Трансцендентальное Исследование Человеческого Ума Кстати Стоит завести Другой Ютуб канал И назвать его Эзотурика Для чайников Тогда бы я Срубил Много бабла Большое спасибо Что слушаете Вот правда Большое спасибо Если такие вообще Есть в этой вселенной Возвращайтесь Киноведы Авторский подкаст Станислава Тарасенко Да